Рязанские смотрины Это замечательный фестиваль с огромной историей, но, к сожалению, я думаю, не все ее знают Если можно, несколько слов Это небольшой экскурс в историю Да Дело в том, что наш фестиваль действительно имеет большую богатую историю Он уже достаточно взрослый Первый фестиваль у нас состоялся в 89-м году И первые три года, 89-й, 90-й и 91-й год, фестиваль был ежегодным Далее он перешел в формат биеннале И стал идти раз в два года И вот сегодняшний год, 15-й год, 15-й фестиваль 15 театров-участников фестиваля И отсюда и пошло название Потому что каждый фестиваль идет под своей темой Несмотря на то, что он называется «Рязанские смотрины», но тема есть И в этом году это тема пятнашки 15 театров, 15-й фестиваль, 15-й год Насколько я знаю, у этого фестиваля нет никакой соревновательной, так скажем, составляющей Какова же его основная цель? Действительно, у нас на фестивале не учреждается призовой фонд У нас нет первого, второго, третьего места Или там лучший спектакль, или лучшая мужская роль Нет, поскольку принципиальная позиция театра и фестиваля И Валерия Николаевича, как отца основателя этого фестиваля И моя, мы не учреждаем призы Каждый театр-участник получает приз фестиваля, диплом фестиваля Поскольку все-таки искусство это субъективное Кому-то нравится Бетховен, а кому-то Бетховен не нравится Точно так же и в театральном искусстве Поэтому основная задача фестиваля собрать лучшие спектакли И момент общения Дело в том, что у нас все приезжают участники к началу фестиваля И уезжают после закрытия фестиваля Чем наш фестиваль отличается от большинства других фестивалей Поскольку другие фестивали Театр приехал, показал свой спектакль и уехал И профессионального общения нет У нас же очень важно профессиональное общение Потому что именно радость, какая-то новая идея Какой-то новый почерк, новый рисунок Позволяет дальше художнику, творцу загореться этим И дальше уже у себя в театре продолжать развивать театральное искусство И позволяет вот этой кибитке нашей Вот этому колесу нашего искусства катиться вперед В этом году гости из каких городов, из каких стран приедут к нам в Рязань? Ну, иностранные участники у нас в этом году Это театр из Швеции, город Гетеборг Привозит спектакль Болеро Болгарский театр, Невиждан театр Привозит из города София Спектакль очень интересный В спектакле играют артисты слабовидящие Либо вообще слепые И наши братья-белорусы из города Гродно В фестиваль привозят спектакль Фауст Сны Дальше у нас есть спектакли Лауреата национальной театральной премии Золотая маска И такого количества спектаклей еще на предыдущих наших фестивалях не было Поскольку это 4 спектакля Лауреата национальной театральной премии Золотая маска Два спектакля Это театр Образцова из Москвы Спектакль для детей Снеговик И спектакль для взрослой аудитории По произведениям Габриэля Гарсия Маркиса Старый сеньор И Спектакль Пензенского театра Кукольный дом по пьесе Словомиром рожек Убить Кароля И хедлайнер нашего фестиваля Никогда не у нас в городе Ни с гастролями Ни на каких других фестивалях Не присутствовал большой драматический театр Имени Товстоногова Из Санкт-Петербурга И вот в этом году они привозят спектакль Который у них идет на малой сцене Когда я снова стану маленьким По произведениям Януша Корчика А с чем выступит наш Рязанский театр? Какой спектакль вы будете представлять? Мы будем представлять спектакль Недавнюю премьеру нашего театра Снился мне сад в подвенечном уборе Который поставил наш друг большой Главный режиссер Гродненского театра кукол Олег Жужда Это вторая постановка в Рязани Первый спектакль рязанцы Помнят спектакль И наказание по Достоевскому Вообще у Олега в этом году Три спектакля Его спектакли поставлены им Присутствуют в афише нашего фестиваля Это, как я уже сказал Снился мне сад в подвенечном уборе Его спектакль из Гродно Фауст сны И спектакль из Екатеринбурга Ромео и Джульетта Константин Геннадьевич Вы сказали, что приедут к нам гости из Швеции Да А на каком языке будет проходить спектакль? Этот спектакль не использует языковой текст Поэтому очень удобно будет Там в основном музыка, пластика, тени Поэтому здесь будет очень удобно В принципе, рязанский зритель уже привык к тому, что Театр кукол – это театр и для взрослых в том числе Раньше у нас все-таки было представление, что он больше для детей Вот, если можно, выделите, что именно взрослым будет интересно посмотреть на этом фестивале? Ну, афиша-то достаточно такая большая для взрослых Хотя спектакль БДТ, когда я снова стану маленьким Он все-таки, можно говорить, что он и возможен для семейного просмотра Это спектакль образцовского театра «Старый сеньор Ри» по произведениям Маркиса Наш добрый друг театра «Измытищ» театра «Огнива» привозит спектакль «Прощание с матерой» по произведениям Валентина Распутина Ромео и Джульетта, опять же, это спектакль для взрослой аудитории Наш спектакль для взрослой аудитории, Чехов То есть, ну, такая палитра достаточно серьезная для вечернего зрителя Опять же, фауст сны, Гродненский театр кукол Ну и детям будет, чтобы посмотреть Ярославский театр кукол привозит спектакль «Золотая ласка» Ну и вот, Санкт-Петербургский кукольный театр сказки привозит спектакль «Маленький мук» Так что, вот и такие спектакли Маленький театр из Москвы тут и там привозит спектакль «Терешечка» Так что, вот, волшебное кольцо, волшебное копытце То есть, вот такие названия тоже присутствуют У нас действительно, похоже, ожидает настоящая такая театральная кукольная феерия Проходить фестиваль будет на нескольких площадках, да? Фестиваль будет проходить на большой малой сцене нашего театра Также нам любезно предоставляет площадку Рязанский театр драмы За что мы им очень благодарны Театр на Соборной и студенческий театр Переход То есть, вот, коллеги нас поддерживают в проведении нашего фестиваля Предоставляя свои площадки Вообще, 15 театров участников, 16 названий в репертуарной афише И 30 спектаклей, которые за 5 дней будут на этих площадках сыграны Большая работа Ну, достаточно, да, большая Предстоит артистам А вот скажите, то, что вы сегодня с собой принесли Это, насколько я понимаю, эмблемы, символы фестиваля? Да, это вот тот самый приз, который получит каждый театр-участник Вот в этом году это такой колокол Он, так сказать, хорошо звенит Вот каждый театр получит вот такой приз Ну и диплом авторской работы нашего художника Михаила Шелковенко Художника-геральдиста Ну и тут всевозможные сувениры Магнитик, флешечка с логотипом фестиваля Ну и поскольку пятнашки, вот та самая игра пятнашки Только здесь мы пишем Смотри на Рязань, 15-й год Для тех, кто, может быть, еще не успел увидеть афиши И не знает, когда же начнется фестиваль Давайте еще раз озвучим Фестиваль начнется, открытие фестиваля 12 сентября В 10.30 перед зданием нашего театра На площади перед театром Надеемся, погода нам позволит это сделать В 11 часов стартует уже фестиваль Спектаклем «Золотовласка» на большой сцене нашего театра И закрывается фестиваль 16-го числа В 11 часов спектаклем на нашей сцене Спектаклем «Старый сеньор И» Константин Геннадьевич, большое спасибо вам, что сегодня нашли время Пришли к нам в студию Мы с нетерпением ждем фестиваль Обязательно будем гостями, будем освещать его Так что, если кто-то вдруг не успеет посмотреть Вот так воочию увидит фрагменты фестиваля В нашей программе «Калейдоскоп» Но все-таки лучше прийти и увидеть все своими глазами Нужно поторопиться, потому что билетов осталось уже крайне мало Торопитесь в кассы Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу Мы увидимся с вами в следующих выпусках Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»